Добрый день, дорогие друзья! С вами онлайн-школа иностранных языков и ее идейный вдохновитель Лёха Анатольевна. И сегодня я вам расскажу о нашем новом курсе, который называется Job Interview Preparation. На русском языке подготовка к собеседованию на английском языке. Рассказывать об этом курсе буду не я, я буду спрашивать. А отвечать будет преподаватель, который, собственно, составил программу этого курса, наша несравненная Татьяна. Но сначала я вам расскажу несколько слов о ней, прежде чем продемонстрировать ее саму. Татьяна один из наших самых опытных преподавателей, занимается этим делом уже порядка 12 лет, но делала перерыв несколько лет на работу в транснациональной корпорации. Фактор не был, если я не ошибаюсь. А ее преподавательскую квалификацию подтверждают кембриджерские сертификаты, например, TKT, а еще многочисленные курсы повышения квалификации, которые она проходила уже на родине, в Санкт-Петербурге, и, возможно, еще где-то. В общем, за наше время работы, мы работаем с Татьяной два года, работаем тесно. У нас не было еще ни одного студента, который оказался недоволен полученными результатами. А это очень хороший показатель уровня преподавателя. Так, сейчас я вам покажу ее. Вот, пожалуйста. Татьяна, здравствуйте. Добрый день. Хотите ли вы что-то добавить со своей квалификацией? Все сертификаты, наверное, в регалии перечислять не буду, как педагога. Наверное, хочу отметить то, что... Почему мне интересно вести этот курс при подготовлении к прохождению интервью, потому что у меня есть опыт работы, как вы уже сказали, в международной компании. И для меня понятно, то, о чем спрашивает работодатель, когда берут людей на работу, потому что обычно это позиции менеджерские. И для меня абсолютно понятно, например, что такое маркетинг, что такое осведомление рынка, и что такое в английском означает white space. И там, опишите вашу корпоративную культуру в предыдущем месте работы. Все это понятно и мне кажется дикимой. И мне интересно говорить на эти темы. Хорошо. Тогда давайте расскажите нам, пожалуйста, из чего состоит этот курс? Что туда входит? Ну, для начала важно разделить студентов, слушающих, обучающихся на категории. Категория первая – это те, кто говорят по-английски, которые сформулируют свою мысль спокойно, или почти спокойно, но которым необходимо освежить свой английский язык, разговариваться, и, может быть, вспомнить какие-то полезные выражения для прохождения интервью, и потренироваться, отвечать на вопросы, коварные, каверзные. Типа, расскажите про ваши сильные и слабые стороны. Все это умеете сделать на английском языке. Расскажите, как вы можете взвесить слона, не имея весов. Или чем вас вдохновил ваш предыдущий начальник? Или вам приходилось когда-нибудь работать с людьми в группе, и при этом они плохо работали? И что вы делали с этим? Какая вот была «teamwork»? И, да, это для тех, у кого уровень B1, B2, intermediate и выше. Так, а есть вторая группа слушающих студентков. Это те, которым еще надо подрешить английский, чтобы спокойно формулировать свои идеи, складывать их в предложения. И с теми мы сначала отрабатываем основную грамматику, которая необходима, не всю подряд. Мы не берем сложные времена, типа, past, perfect, continuous, какие-то сложные грамматические направления, только та самая простая грамматика, которая необходима для того, чтобы сформулировать свои мысли и ответить на вопросы. Лексику изучаем необходимую для прохождения интервью. И в финальном этапе является отработка опять вопросов, которые могут встретиться на интервью. Хорошо. А то есть, например, если у соискателя вообще низкий уровень английского языка, он тоже может претендовать на такую работу? Ну, конечно, есть же разные профессии. Например, в туристическом бизнесе человеку не обязательно уметь рассуждать на тему коэффициентов, прогнозов, кривых, их описывать. А необходимо уметь сделать, например, резервацию отеля. И это не так сложно по английски. И это можно достаточно быстро как-то освоить? Ну, за месяц интенсивных занятий человек будет способен абсолютно говорить на бытовые какие-то темы. Кстати, о сроках. Вот сколько длится курс подготовки к собеседованию на английском языке? Те, кто может говорить по-английски, но при этом им надо освежать то, с которым люди умеющие говорить. Им необходимо от трёх занятий интенсивных, желательно каждый день, по 60 минут. То есть, это минимум? Я бы рекомендовала три занятия минимальные, а дальше уже по потребности. А людям, которым необходимо ещё потренироваться с грамматикой и с вокабулярами, там бы я взяла минимум две недели. Минимум две недели. Ежедневные занятия? Ну, либо через день. С выходными? Ну, либо рабочие. Хорошо. Ну, не расслабляться. Не расслабляться. То есть, такой интенсив в любом случае. Хорошо, я поняла. Так, у меня был вопрос, для кого, собственно, рассчитан этот курс. Вы уже сказали, что... Как для начинающих, да, ты для продолжающих. И разные... Зависимся от потребностей. Да, и, соответственно, разные должности, да, вы можете готовить к разным должностям. Ну, как от официанта, так, да, управляющего завода. Ага, отлично. Хорошо. По стоимости. Можете нас сориентировать по стоимости этих занятий? Ну, будем брать из расчета, что минимальная стоимость – это тренировка, сама тренировка отвечать на вопросы, этих адресные вопросы. И это будет стоить полторы тысячи рублей за 60 минут. Если же необходимо человеку, вот человеку ниже уровня английского языка, и необходимо ему набирать вокабуляр или грамматику, то это будет стоить дороже, а сколько это все зависит от потребностей человека, потому что для каждого я индивидуально выбираю упражнения и грамматику, и составляю самое упражнение, чтобы именно эти упражнения включали в себя тот набор слов, который мне необходим для прохождения интервью. Определить это стоит. Я, конечно, то есть берем полторы тысячи, идем за 60 минут, а дальше я все могу определить после пробного урока и после первого урока в 60 минут. Сказать, сколько необходимо занятий и какова будет стоимость. То есть соискателю нужно отправить заявку на пробный урок, который он получает бесплатно. И сколько длится этот пробный урок? 20 минут. 20 минут, то есть 20 минут бесплатно. Вы там тестируете. За это время я успеваю услышать все, что необходимо человеку, для чего ему это все надо. За это время мы успеваем поговорить о природе, о погоде в английском языке, чтобы я поняла, в общем, имела представление, какой уровень английского языка у человека. И пробуем выполнить задание. И с помощью него я вижу лучше, какой уровень у человека. Это на пробном уроке? Да. Так, а на первом уроке? На первом уроке, имея уже некоторые представления об уровне человека, я готовлю упражнения и задания, мы пробуем их делать на первом занятии. И вам становится еще более понятное, что же у человека с английским языком, уровень его подготовки. И да, мы просто нормально занимаемся, но к следующему грани занятия я еще больше готова. То есть вам становится понятнее, что нужно делать. Писать отдельные упражнения, не писать, можно взять уже готовые. И после первого урока полноценно уже будет известно, сколько это удовольствие будет стоить. Да. Понятно. Хорошо. Что же в результате получит наш дорогой соискатель от ваших занятий? Новый рабочий. Но со своей стороны могу гарантировать, что человек будет чувствовать себя уверенным, подготовленным, комфортным. И он не будет во время интервью африкации на английский язык, он будет думать только о содержании своих ответов. На кого-то вопрос. Отлично. Это очень важно, действительно. Если особой практики английского языка нет и ежедневной, то с Бухтебарашкой, конечно, проходить тестирование. Можно разговаривать и не отвлекаться. Чувствовать себя стесненно. Хорошо. Ну, у меня вроде бы нет вопросов. А кроме того, что, может быть, материалы, вот вы высылаете материалы? Могу по почте, могу по скайпу, Google Макбон, закинуть на какие-нибудь Google Додстрайф, вариантов миллион. То есть материалы, то есть нашим соискателям не нужно ничего покупать, никаких там книжек, учебников, пособий, все предоставляется им бесплатно. Даже распечатывание. Даже распечатывание. Удобно. И все это происходит до урока, да, или в начале урока? До урока. До урока, чтобы было все готовое, открытое уже. Конечно, чтобы мы вовремя работали. Мы не отвлекались на процесс загрузки файлов, не тратили на это время. Отлично. Татьяна, ну, у меня вопросов нет. Да, хорошо. Я надеюсь, что у наших интересующихся и соискателей тоже. Нет, но если все-таки какие-то вопросы есть, то пишите, спрашивайте, звоните. Мы с удовольствием ответим. Да? Да. С удовольствием ответим. И расскажем и покажем. Ну что, спасибо большое, Татьяна. Хорошего вам дня. Спасибо. И вам. Спасибо. До свидания. Спасибо.